сегодня в выпуске купила на неделе продуктов рыбу что-то я как-то начала халтурить как ты думаешь какой образ будет лучше подходить для меня в общем можем разобрать какие-то удачные варианты и неудачные так у меня закончилась вся моя еда вся куриная грудка рыба поэтому составляю список продуктов сейчас поедем в магазин чтобы у меня все было на неделю вперед в запасе иначе что-то я как-то начала халтурить хорошо что хотя бы завтрак у нас со всеми совпадает могу приготовить всем кашу поесть сама я Нет, ты вот здесь сиди, а я вот здесь. Я сахар не крала. Поэтому вот, пожалуйста, воню сахар. Положи мне тоже сахар. Тебе сахар не надо? Мне не надо добыть сахар. Ты размешивай. Есть? Идем заплыться. Опа, гад. Готовить приходится в разы больше. Купила на неделю продуктов, рыбу, куриную грудку. Разделила ее сразу по пакетикам, чтобы можно было доставать на порции готовить. Здесь овощи. Косоль стручковая, они тут для каши для детей. Купила крупу, булгур и рис. Вместо бурового почему-то купила красный. Ну, ладно. Пока приготовлено, значит, такой. Комплименты. Ну и овощи. Кабачки. Цветная компания. И яйца. Здесь у меня хранят. Это весь мой рацион на неделю. Все дела сделаны. Дети спать уложены. Мы едем загорать. Мы сегодня такие нарядные. Собираем кучу взглядов, комплиментов. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лена, привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все это подчеркивается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и было очень интересно наблюдать за опытом этих девушек. И для нас это большой плюс, что сейчас мы можем открыть фотографии, посмотреть какие-то их удачи и неудачи и сделать из этого выводы. Например, в бикини очень большая сейчас тенденция на красные купальники. Это прям панацея. То есть если у тебя не красный купальник, то вряд ли ты вообще выиграешь. Даже до такого доходит. Сейчас в фит-модели пока что нет таких закоренелых каких-то моментов. И мы можем пробовать и вносить что-то свое. И возможно потом уже за нами даже будут повторять люди, если мы правильно подберем образ. И все это будет эстетически красиво смотреться на сцене. Ну и купальник у фит-модели несколько отличается. Да. Вот в купальниках фит-модели. Опять же, тоже играет роль цвет. У нас сплошной купальник. По обязательным нормам это закрыта половина ягодичной мышцы и закрыта нижняя часть спины. Это обязательно. Далее нам дают волю на выбор цвета, на то, как мы будем украшать, на объемы того же бюстгальтера. И тут мы можем делать то, что нам нравится. Если, например, в бикини тенденция на очень крупные сейчас бюстгальтера, пуш-апы, все это делается для того, чтобы выровнять пропорции, когда девушка набирает большие мышечные объемы, но природа не одарила ее пышной грудью. Приходится для выравнивания пропорций именно шить такие крупные бюстгальтера с пуш-апом. Фит-модели у нас совершенно другие критерии. У нас нет таких мышечных объемов. Девочки более мягкие, с легким налетом спорта на теле, с хорошим тонусом кожи. И я не думаю, что следует прибегать к таким большим объемам бюстгальтеров. Касаемо цвета, тоже нужно быть осторожным, потому что использование светлых цветов в слитном купальнике может добавить дополнительных объемов в тех зонах, в которых они не нужны. Опять же, цвет подбирается индивидуально. С тобой мне бы хотелось использовать какие-то яркие, насыщенные, но более, наверное, темные оттенки. Да, я согласна. Мне тоже были же темные оттенки. А по поводу украшений на купальнике? В плане украшений это, конечно, стразы, но тут уже купальник не будет усыпан полностью этими камнями. Можно декорировать его местами. И опять же, в декоре есть определенные моменты, как мы можем сыграть, опять же, выравнивая пропорции своих. Да, тут вот сплошной купальник дает возможность корректировать металлик. Да, именно. То есть мы, просматривая опыт предыдущих выступлений, можем заметить, что девушки, например, делают вырезы большие, по бокам в области талии с расчетом на то, что это сыграет как уменьшение объемов талии. Но по факту видим мы по фотографиям, что это делает картинку иной. Талия становится еще больше. Они отвлекают внимание. Да. И тут очень много есть фишек, которыми можно сыграть. Это и цвета. Например, используя красный цвет в сплошном купальнике, а он, в принципе, не такой темный. Мы тоже получим какой-то лишний дополнительный объем. Я смотрела соревнования, видела эти образы. И, на мой взгляд, все девушки в платьях разделились на выпускниц, на подружек невесты и на девушек вам. Хочется выделиться? Какое платье выбрать? Какую-то фишку хочется придумать? Вот уже несколько сезонов, на самом деле, я отталкиваюсь, видя опыт предыдущих спортсменок, что чем проще, на самом деле, тем лучше. Тем дороже. Да, именно. То есть, главное, как говорится, вовремя остановиться. В декоре и во всем остальном, в украшениях. Мы, в общем, можем разобрать какие-то удачные варианты и неудачные. Посмотреть буквально с прошлого сезона. Как видим, очень много сейчас платьев именно с вырезом на ноге. Да. Очень красиво смотрится. Мне очень нравится. Актуально. Я думаю, очень многие будут это использовать. Опять же, есть платье с закрытым полностью верхом, с рукавами. В чем минус? Когда мы одеваем это платье, смотрим на себя вверху, мы видим красиво, у нас все почерпнуто, хорошо. Но в сравнении, когда мы выходим, мы видим, что платье с открытым верхом. Когда у нас есть зона декольте и открытые руки, они смотрятся более выигрышно. Да, я согласна. Кружевные платья. Кружево в принципе тот материал, который помнит любую девушку с любой фигурой. Будет даже изящная фит-модель. Всегда думаем о сравнении. Когда мы выходим в сравнение, и у нас какое-то гипюровое кружевное платье, оно не будет смотреться выигрышно. Да, я мерила и согласна с тобой совершенно. Опять же, как это платье преподнести, если оно слишком длинное, они не запнутся ли? Да, это опять-таки отрабатывается подача, отрабатывается позирование именно уже в платье. Потому что ты к нему должна привыкнуть. Оно длинное, оно будет как-то работать в шаге. С платьем можно с низом работать и брать его в руку. То есть, настолько очень хотела показать платье. А, вот это вот синее, да, это, конечно, подружка-невеста. Это главное платье, взятое напрокат. И на что они ориентировались, когда его выбирали, я не знаю. То есть, это какая-то задекорированная штора. Из хороших вариантов, это подчеркивающий силуэт всячески. И минимум украшений, на самом деле, на платье. Мы с Леной определились с образом. Наверное, это была самая интересная часть моей подготовки. Все получилось со вкусом, стильно, но при этом не вычурно и не банально. Лена почувствовала мой характер и образ, который она мне предложила, это вот прям мое. Я думаю, что платье, которое мы сошьем, я смогу надеть в повседневной жизни. И это для меня показатель, потому что мне не придется никого играть на сцене, с чем я похвастаться в принципе не могу, какими-то суперспособностями актерскими. Мы учли все особенности моей фигуры. Осталось теперь найти человека, который сможет воплотить все наши идеи в реальность. Это, конечно, очень важно. Смотрите в следующем выпуске. Попробуем те же самые повороты, но уже представляем, как будто у нас вот здесь вот судьи. Эти девочки сегодня, они тоже не на соревнованиях. Я не знаю, что будет с ними там на соревнованиях. Поэтому я стараюсь вот от этой конкуренции слишком на ней не заморачиваться. Субтитры сделал DimaTorzok